С утра нас встречала полиция и директор школы. Ну, директор школы нас всегда встречает, всегда детей приветствует. Школьное утро с полицией – это отголосок трагедии в Казани. Безопасности в образовательных учреждениях теперь уделяют особое внимание. Директор 16-й школы Светлана Девяткина рассказывает. Все, что должно быть в обязательном порядке, есть. Работа в рамках металлодетектора, через который входят дети. У каждого вы увидели расписание пребывания в школу, да, время прихода. Родителям вход в школу строго запрещен, встречает учеников. Возле металлодетектора дежурный администратор. Тревожная кнопка тоже имеется. Наталья Сергеевна вахтером работает 10 лет. На памяти нет случая из ряда вон выходящего. В ее обязанности входит ежедневно проверять, работает ли спасительная сигнализация. По номеру телефона набираем, говорим кодовое слово, объясняем, что это проверка тревожной кнопки. На пульте там проверяют состояние тревожной кнопки и все. И записываем время и номер дежурного администратора, кто там дежурит. В распоряжении Натальи Сергеевны камеры видеонаблюдения. Их на территории школы 10 под присмотром Большого Брата. Этажи, центральный вход и периметр здания, подъездные пути. Главный вопрос, что делать в случае, если камера покажет подозрительного человека. Сначала я, конечно, докладываю руководству школы и уже дальше по обстоятельствам, кто что выясняем. Как действовать правильно в случае ЧС? Подробный антикризисный план в регионы направил министр просвещения России Сергей Кравцов. В документе рекомендует создать так называемую антикризисную команду. Каждый участник которой будет точно знать, что делать и в какой момент особое внимание уделить психологической помощи. Должны быть какие-то системные процессы. Если этими системными процессами никто не управляет, соответственно, каждый делает то, что он хочет, и нет какого-то единого результата, нет каких-то единых, может быть, показателей. Если мы говорим про антишутинговые, а может быть, любые агрессивные тенденции, которые возникают сейчас в обществе, а их все больше и больше становится, то действительно нужен организатор, который выставит определенную систему диагностики расстройств, может быть, предпосылок, профилактики того, что происходит. А еще провести проверки образовательных организаций. Накануне прокурор Мордовия Василий Щербаков дал такое поручение. В ходе проверки прокурор поручил особо обратить внимание на организацию охраны зданий и прилегающих к ним территорий, а также пропускного режима. Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций, наличие планов эвакуации, проведение с работниками необходимых инструктажей и практических занятий, о действиях при обнаружении на объектах посторонних риск и подозрительных предметах. Трагедия в Казани ускорила законодательные изменения в сфере контроля за оборотом оружия, отметил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Получить лицензию теперь будет гораздо сложнее. Лица, имеющие судимости, будут лишены права носить, хранить оружие, а также те, кто привлекался к ответственности за пьяное вождение либо передачу транспортного средства в состояние алкогольного опьянения и другие правонарушения, которые связаны с алкогольным опьянением. Инструкции по изготовлению оружия и взрывчатки в СМИ и интернете попадут под запрет. В связке с этим есть законопроект об ужесточении наказания за изготовление оружия до 20 лет тюрьмы. Да, это жесткая мера, безусловно, она звучит уже как устрашающе, но другого варианта нет. Я считаю, что это абсолютно обоснованное и правильное решение. Меры продолжат ужесточаться, школы в ближайшее время будут жить под прицелом проверок и в легком состоянии паники. На практике безопасность детей для многих родителей остается под вопросом. В школе в нашей безопасно, потому что рад бы иногда пройти что-нибудь ребенку взять или передать нельзя. Я до этого работал просто сам в охране и знаю, как это все осуществляется. Я думаю, что даже усиленная охрана не поможет в том случае, если придет вооруженный человек и начнет стрельбу. Светлана Малашина, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова